Я рыбна. Я тоже и мясо, и рыбку могу съесть. Короче говоря, сейчас будем говорить о мясе, так что если вам не приятно о нем смотреться и слушать, то можете выкнуть звук, смотреться на картинку. Поговорим про то, как обирать мясо в спеку и как не натрапать на неакийственную продукцию. Как лучше, на этом знают эксперты защиту прав споживателей Максим Несмеянов. Макси, доброго ранку. Доброе утро. Я не сомневался, ты в прошлый раз был с маслом. Ну как бы, я всегда приезжаю к чем-то полезным или вкусным. Сейчас предлагаю посмотреть на сюжет, как мы проверяли местные базары и что там продают в жару. Ага. Ну, я так понял, что ведем сразу, потому что время осталось немного. Как выбрать мясо на самом деле? Первое, смотрим, чтобы не было слези. Дальше запах. Запах. Если запах есть посторонний. Макси, скажи, будь ласка, я так, бачишь, все свинина в тебе, так? Я просто хочу зрозуміти, это важно для глядачей. А в той шмоток в тебе, а в тебе яловичина, уже бачу. Да, да. У нас суть следующая, мы смотрим, где мы покупаем самое главное. Если это места стихийной торговли, вам могут вместо продать просто хрюшку, ну, хряка, как вы понимаете, где есть запах специфический. Дальше надо смотреть, в каких условиях это хранится, от нуля до плюс 4 градуса. И напоминаю, что мясо хранится в таких кусках недолго, в принципе, 48 часов. Чтобы узнать, насколько свежее мясо, если вы покупаете в магазине, попросите заборный лист или декларацию качества. Если вы покупаете на базаре, попросите документы с лаборатории. И там указано, когда сдали в лабораторию, насколько свежее это мясо. А я где жал, взагали, контролюю? Ну, я думаю, на базаре. На стихийках? На стихийках фактически никак. Это просто, ну, крышуются, вы понимаете, криминалом, ну, и полиции. А если базары, там есть Держпродспожевская лаборатория, которая все это проверяет. То есть с мясом на базар просто так не попасть. Хочу успокоить зрителей. Иногда, знаешь, бывает кусочек мяса, вскрываешь, а оттуда гной течет. Да. Так я бываю. Я такого не бываю. Я, может, купаю в добрых местах мясо. Я такого не застричал никого. Это там много где бывает. Бывает, скотинка просто где-то стукнулась, у нее где-то образовалось, ну, гнойник. Ее когда зарезали, гнойник не обнаружили. Ну, это можно есть? Выходы такие, чтобы почистить. Это мясо можно прийти и сдать. По закону, согласно закону, защите прав потребителей и закону о качестве безопасности пищевых продуктов, вы можете сдать это мясо и вернуть свои деньги. А если ты вообще купиваешь шмоток, может, даже у какого-то лицензованного виробника, он неякесный. Тут закон, как запишите. В любом случае, работайте согласно закону и просто возвращайте. Главное иметь чек, если это супермаркет, если это базар. Ну, по согласованию сторон это все делается. Ну, загалом, безопасные места. Это, я так понимаю, супермаркеты? Это, конечно, супермаркеты и базары, если вы знаете продавца и проверяете документы. Есть хорошие базары, я не буду говорить, что все базары плохие. Есть базары, которые лучше, чем супермаркеты. Но все, нельзя все в одну кучу сказать. Потому надо прийти, посмотреть, если мясо симпатичное. Еще важный момент. Когда покупаете мясо, вы же понимаете, что в холодильнике, если в супермаркете, там специальная подсветка. Потому, когда вам его дают, откройте пакет и посмотрите, что вам продают. Часто есть порченное мясо, но при хорошем свете просто идеально выглядит. Слушай, ты, когда покупаешь для себя продукты, мне интересно. Просто ты постоянно говоришь, вы требуете сертификаты, документы и так далее. Ты их требуешь? Я просто иногда ловлю за руку, а у меня просто я за руку ловлю, иногда с плесенью ловлю. Они говорят, я сейчас документы покажу, я говорю, не надо, снимайте. Сейчас я предлагаю посмотреть рейд наш. Подходим до первого места продажи. Это невеличкий маф. И на первый взгляд, продукция тут непогана. И обратим внимание на детали. Смотрите, какое свежее мясо. Вы видите подсветку. Оно делает мясо сочнее, ярче, вкуснее. Так работает и супермаркеты, что мне вам говорить. Перед тем, как покупать, будь-что следует обовязково поцекавиться и походжением продукции, и наявностью документов. Розкажите, пожалуйста, а звездки мясо вам привозят? Я не знаю. Как вы не знаете? Это у нас. А кто вы? Ни документов, ни ответов на вопросы мы не дочекалися. Идем дальше до места стихийной торговли. На первый взгляд, все непогано. Питаем, чи есть документы. Они есть, но... 3 червня, а сегодня 13 сентября. То есть, это месяц и 10 дней уже документов? Мы сидим на той точке. Питаем, почему у вас нет документов на месте? Нет, на той точке, значит, я повторяю уже 30 раз. Ну, а если мы мясо захочем придбать, нам на ту точку идти. И где та точка? Серед переваг тут чисто, а продавчиня єдина, кто має медичную книжку. Та звідки привезли це м'ясо, і коли збігає термін його придатності, невідомо. Идемо дальше. Тут продукцию розклали у спеку просто так, на столі, без будь-яких холодильников. Продавчиня, побачивши камеру, від свого товару відхрещується. А от люди, які купували м'ясо у цієї пані, добре її пам'ятають. Один раз купила у нее, которая убежала. Тобто вона тут продавець? Да, на 2 кг надужила на 400 г. Почему? Оно опасно. Мы стоїмо вдоль дороги. Видишь, зеленые вкусные мухи. Оно хранится 6 часов, они вчера, скорее всего, забили скотинку. Это перекупщики, это не фермеры, а это не их было. То есть они где-то купили. Мне главное, чтобы было на тушке печать, чтобы проверил ветеринар. Это животное безопасное. А еще и соответствующие условия продажи. Та тут они отсутствуют. Тому товар продавчиня активно пытается приховать от наших объективов. Вы продаете? Нет. А почему тогда вы товарите? Потому что человек сейчас придет и будет нервничать. А вы считаете, нормально так м'ясо продавать в таком состоянии? В каком состоянии? У меня картошка. Пека. На открытом воздухе. Вас забудет спросить, выросли, что поймусь. Та все и так зрозуміло. Но, не жаль, не все покупцы придают этому значение. Аліна Кучеренко, Михаил Євстиньев, Микита Воробьев. Новини сьогодні. Телеканал «Украина-24». Максим, тебе дякую за работу. И, кстати, хорошие поради. Так, я так зрозумію, мне нужно смотреть на штамп. Все, смотрим на штамп. Не штамп, а на штамп. Важливо. И в случае чего, жалобы в Держпродспоживслужбу или в полицию, если это места стихийной торговли. Не забывайте про обвес. Рухаємося далі, Багдана. Рухаємося далі, далі.